Итак, привет! Мы сейчас уже поднимаемся вверх по Наньнушане. Ленивые китайцы не захотели нас везти и топать с нами. Говорят, что пропустят Чифантайм и умрут от голода, если в 6 часов не поедят. Мы уже заприметили тут пару деревьев без охраны, вроде как достаточно взрослых. Думаем нарвать с них пуэра, посушить на солнце. И Сергей говорит, что знает метод хороший, что потом как упаковать. Да, вот что это у тебя в руках? Да, то есть вот эти листья, вот эти, даже не листья, а части бамбука используются для изготовления пулок пуэра. Для обертки. Чай, упаковка, все экологично. Да. Я думаю, ему возраст уже лет 50-70. Я обратил внимание на то, что на срезе видно, что земля красная. И вот лично мне доводилось быть и на Вуишане, и на Фэнхуаншане, еще на каких-то небольших чайных горах. И везде вот можно заметить, что земля имеет характерный красный оттенок. Это говорит о том, что в ней много металла, много железа. То есть чайному кусту, чтобы получался хороший чай, явно нужно много железа. А также чай любит туманы, и чай любит высокие горы. Также чай любит тепло. Можно заметить, что все самые основные чайные горы находятся именно на юге Китая. Мы сейчас зашли в гости к крестьянам, посмотреть на их производство органического чая. Они делают шенчик из свежего сырья. Здесь вот можно посмотреть автомат для скрутки. Здесь мы видим уже готовый мао-ча. То есть это уже шенчик, который можно пить. В шу такое сырье не ферментируют, его тут совсем мало. Потому что они производят абсолютно уникальный продукт. Чай, который кладется внутрь бамбуковых стволов и там обжаривается. В Китае сейчас очень популярен шенпуэр, смешанный с чайным цветком. На вкус достаточно специфическая вещь, горьковатая. Но, как и всякое китайское лекарство, горький вкус здесь в почете. Листики сушатся на солнце. Солнца уже толком нету, поэтому они сворачивают потихонечку. Вот Лаобан пакует готовую продукцию. А здесь вот то, что тоже подогревается, подсушивается. У него есть шены, есть шу-пуэр. Шен-пуэр очень ароматный и очень хорошо пахнет. А шу-пуэр уже меньше запаха. Шу-пуэр, шу-пуэр, шу-пуэр. Хозяин говорит, что ему нравится шу-пуэр. Хоть шены более ароматный. Да, он говорит, что если пить шен-пуэр, то он чувствует дискомфорт в желудке. А вот шушечка самая то, ему нравится. Это, говорит, еще не готово. Предлагает нам попробовать. А вот так выглядит лавочка наших друзей. Здесь очень симпатичные упаковочки для чая. При обжарке аромат бамбука частично пропитывает шены, шу-пуэр. Лао-бань классно сделал, конечно, лавочку. Итак, мы сейчас находимся на горе Ананношань. И местный лао-бань, дружественный, пригласил нас к себе в лавку. Сзади которой находится маленькое производство. Он из малой народности. Ханидзу. 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 В них есть традиционное местное искусство. Они изготавливают шу-пуэр в бамбуке. А также он сам лично делает пиалочки из бамбука. Причем это сладкий бамбук, который распространен в основном в Юнане. В остальной части Китая его практически нету. Хозяин лавки сказал, что очень мало в других местах встречается. Да, он говорит, что в основном в банне, в районе Сишуан-Банна он есть. То есть, если в таком бамбуке обжаривать и выдерживать чай, то тогда он получается наиболее хорошего качества. Получается сладкий, мягкий. Ну, действительно, пьем очень классный. То есть, это что-то шу-пуэр. Шу-пуэр. Да, сделанный по технологии хай-чая и красного чая. Очень интересный красный настой. Приятный вкус, ароматный. Причем он этого года. Без каких-либо технологических запахов. Абсолютно готовый, хороший чай. Они делают всего полтонны в год его. И в основном под заказ. Так что это такое вот малотиражное, домашнее производство интересного чая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok